Смотрите, я думаю, что в Корее есть очень много возможностей создать именно перерабатывающую промышленность на даже государственном нашем уровне, ведь у нас есть у меня нефтегаз. У меня есть просто очень много проектов, которые мы потребляем сегодня, это все сырье именно покупаем с Южной Кореи. Поэтому уменьшить это логистическое плечо можно только тем, что локализовать. И я, конечно, была бы рада пригласить такие крупные, как LG Chemical или крупные корпорации Samsung, может быть, чтобы эти проекты могли бы осуществиться на самом высоком уровне. Правительство нашей страны сейчас в этом очень сильно заинтересовано. Более того, на базе нашей компании мы сейчас работаем на том, чтобы открыть фармацевтический кластер в Ильинском районе, в Алматинской области. Здесь это Алматы, это совсем рядом. Большой очень объем работы, конечно, предстоит. Но именно туда я тоже приглашаю всех корейских инвесторов, с которыми я, конечно, как ответственный партнер буду помогать, обеспечивать всем, чем смогу. Потому что я вижу, какая номенклатура нужна как маркетолог, что нужно сейчас в стране. Очень много у нас, знаете, нет для социальных нужд просто самых дешевых, простых таблеток. Все идут на дорогие биопрепараты, все это понятно, все хочется быстро и легко. Но мало кто думает именно о, казалось бы, нерентабельных таблетках, дешевых для населения. Почему-то я хочу создать именно это. И чтобы эти таблетки, как мой уголь активированный, как мои масочки дешевые, все время меня ругают родственники. Все время ты проекты какие-то на грани фола, нерентабельные, опасные выбираешь. Но вот у меня как-то так получается, я чувствую эту ответственность, раз получается. И хочу это создать именно доступное для народа. Таким образом, я сейчас приглашала также вот с Индонезией большую тоже корпорацию фармацевтическую с опытом. Нам нужны технологии. Корейские компании, они большие, молодцы. Они очень жестко и много вкладываются в развитие. У них очень серьезно идет на это бюджет, на создание лаборатории, РНД, развитие. Поэтому у них очень такими большими шагами, конечно, мы бы с удовольствием поделились. Но есть в Казахстане большие преимущества в том, что мы находимся в центре Азии. Мы можем работать вообще как на весь мир, да, отсюда. И у нас это, наверное, не очень хорошо, но пока у нас достаточно дешевая рабочая сила. И я вижу ответственность еще, знаете, в создании этих рабочих мест. То есть наш 9-летний программ, стратегический программ и план включает создание до 4000 рабочих мест. Представляете, вот столько заводов мы хотим создать еще дополнительно и оставить наследие, наверное, может я успею, попробую, если получится, создать этот фармакластер нашим будущим поколениям в Казахстане. Один вопрос, опять-таки, завязанный на сотрудничество с Южной Кореей. Ну вот, южнокорейское здравоохранение, медицина, медицинские учреждения, аптеки, фармацевтика, все это условно делится на два больших направления. Восточное и традиционное, и современное, западное. Так, ну вот, у нас в Алма-Ате очень много, скажем, магазинов, там, да, или даже специализированных типа аптек или полуаптек, где продаются препараты, скажем, китайские всевозможные, да, это стопроцентная органика. Мы же, скажем, ну, те же самые рога сайгака уходят в Китай куда-то, или там, скажем, полынь или еще что-то, да, на прижигание уходят куда-то, да. Учитывая наши вот эти возможности именно органического сырья, то есть вот та органическая химия, но нет ли каких-то планов именно производить, вот скажем, медикаменты на органической основе, и то, что мы условно бы отнесли к традиционной фармацевтике, народной фармацевтике и так далее. Вообще очень замечательный вопрос, вы прям как будто где-то наш стратег план прочитали. Ощущение, что вы его видите насквозь, на самом деле для меня этичность бизнеса прежде всего. И я как провизор, специалист, я вообще вот училась еще, так любила фармакогнозию, это наука о растениях, ботанику и все это. И я всегда знаю, что все эти лекарства, они кстати оттуда многие-то и добываются, на самом деле самые безопасные те, которые именно растительные, да. И на сегодняшний день я недавно узнала, не знаю как в Корее, но в Китае сказали, на государственном уровне приняли закон о том, чтобы производство все основывались, базировались на вот этом принципе, который, как я говорю, у фармацевтов не вредит. К сожалению, в погоне за деньгами, очень много в капитализме об этом забывают, и в погоне за выгодой, наверное, в первую очередь, не думают о последствиях, которые могут привести те или иные химические препараты. И поэтому здесь очень нужно так сбалансированно все вести. Для меня мечта создать снова эти же предприятия, которые закрыли у нас даже многие, создающие галеновые предприятия, которые именно на вытяжках растительных, на сиропах. Мы покупаем все индийское сейчас, такие великолепные травяные, китайские, вы правильно сказали. Но это для меня было прям, вы знаете, такой восторг и такое восхищение всегда, когда я езжу в страны Азии, Корею, Китай. То я прям, мне не интересно обычной аптекой, там где химия, мне интересна та аптека, где они бегают с весами, и прямо по рецепту травы, корешки, листочки, вот эти плоды. И я думаю, господи, прям мечтаю добраться до меня, прям мечтаю создать такие аптеки. Вот в советское время, кстати, они были, где фито-чаи давали и так далее. И именно это, я считаю, да, может быть не так быстро, но это безопасное лечение, оно традиционное, оно то, которое должно быть, оно точно не навредит. И если это имеет место помогать, то почему не развивать это? И это должна быть просто основная цель государственная в области фармполитики, даже очень четкая, знаете, такая политика риск-менеджмента на пациент-ориентированность в том числе.